Юля Волкова, ваша выезда! Давайте поаплодируем Юле Волковой, это круто! Юля, спасибо! Привет, привет, ребята, всем привет! Мне кажется, что вы солью переборщили. Нет, солью как раз все в порядке. Формировайте, у нас есть панировочные сухари. Ой, еще и панировочные сухари, боже мой, ужас, я пошла. А я наоборот поближе. Просто меня убили сейчас, уже и панировочные сухари. Друзья, мы не можем столько издеваться над Юлиным правильным питанием. Мне плохо прямо сейчас, у меня желудок уже заболел, честно. Впрочем, я вам расскажу, что будет происходить здесь с 7 по 16 июля. В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом России совместно с правительством Москвы. Фестиваль станет новым этапом масштабной программы продвижения региональных, как говорится, брендов продуктов питания, которую Минсельхоз реализует по поручению Кавогар, президента Российской Федерации. Друзья, давайте поапланируем этому событию. Опа! Это Московский СИЗО, ты все это организовали. 330 брендов представлено. Это различный «Вкусы России». Вот ходили вы по палаткам? Ходили, что-то пробовали? Да, прям поверху палаток ходили. Да, это, как вы понимаете, Леня. Это я. В общем, друзья, это классный фестиваль. Будет идти вот на следующих выходных. Давайте посещать и классно проводить время. Кто будет вам в этом помогать? Артист театра и домино Леонид Балажанов. Да, это я, спасибо. А можно меня как-то так же представить в несуществующем имени, пожалуйста? Фронтмен команды КВНФЮА Михаил Баллингтон. Так, кто хотел? Да, хорошо. И ведущий одной свадьбы и двух корпоративов – Гар Дмитрий. Давайте ему тоже поаплодируем. Но это же еще не все. Конечно, у нас тут повара в режиме онлайн будут готовить различные блюда. Соответственно, будут озвучивать что-нибудь. Это ж худышев повара. Справа от нас кто? Вот вы спросите, кого? Что это за хлебобуточное изделие? Это Катя Кокарева. Наш шеф-повар, аплодисменты. Да, слева от меня тоже шеф-повар ресторана Бребна в сторону. Сергей. Давайте поаплодируем Сергею. И у нас не только, у нас есть еще гости. Екатерина, давайте узнаем, как вас зовут, скажите, пожалуйста. Ольга. Это Ольга. Можно Ольгу показать? Вот, вас вместе показывают. Аплодисменты Ольге. Вот. На, опять. Создели ее Татьяна. И сейчас, сейчас работает. На самом деле, Ольга Александровна к нам пришла из московского долголетия. Этому проекту исполнилось в этом году пять лет. Друзья, это так. У них юбилей в этом году. И через пять, получается, тоже будет, да, юбилей? Через пять, получается, будет юбилей. И я вот, на самом деле, к ним напрашиваюсь, напрашиваюсь гостей. Они не веруются. Тебе нужно постареть сначала. Но знаете, почему я хочу? Потому что они там сделают классные штуки. Они учат английский язык, компьютеры. Все, что ты не знаешь. И еще у них есть такое направление, как здоровая спина. Вот я тут жаловала, что мне постоянно болит спина. Мне сказали, приходите. Тебе нужен массаж. Леня же заканчивал кубанский курс массажа. На ветках. Цигун. Цигун, это ушу, да, типа? А для чего нужен цигун? Для того, чтобы... Чтобы ничего не болело. Для того, чтобы ты с магнита и терпомочкой. Вот вам нужно в бобленьку записать. У него уже все болит. Прийти в цигун? А, спасибо большое. Это самый высокоблимент. Ну вот, когда отношения испорчены, начнем готовить. Мы начинаем наше шоу, да. Что будете готовить, Катюш, расскажи. А я буду готовить куриные котлеты по старому рецепту. По голове себе постучи. Обязательно. Так, рассказывай, пожалуйста, что за старый рецепт? Ну, в общем, старый рецепт моей бабушки. Она, мне кажется, когда была жива, научила готовить вкусные куриные котлеты. Ну, ты прямо сейчас на жалость давишь, конечно. Сразу так стало неюмористическое мероприятие. Я буду готовить по ее рецепту. А Ольга Александровна, кстати, не будет в этом помогать. Это круто. Может быть, у Ольги Александровны есть какой-то свой рецепт. А вы готовите котлеты как-то, ну, не по бабушкиному рецепту? Своему рецепту, разумеется. Хлеб есть там? Разумеется, есть хлеб. Курятина, индейка, самый главный. Вот, кстати. Балгалета. Курятина. Курятина. Да, куриная грудка. И получается, что? Ну, классно. Сергей пусть нас скажет. Сереж, а ты что будешь готовить? Я буду готовить старинное русское блюдо. Это пожарские котлеты. Вот. И к княжи-освободителям Москвы они не имеют никакого отношения. Вот. Их автором считается владелец трактира. Испомин Пожарский. И эти котлеты, кстати, упоминаются в нашей викторине. Мы ножом не угрожаем. Мы как бы все понимаем. Вы согласны, да? Все, мы поняли. Сейчас я занимаюсь тем, что делаю фарш при помощи ножа, потому что у меня нет мясорубки. И таким образом... От этого будет вкуснее котлеты, от того, что фарш делается вот так. Нет, мне кажется, вообще рубленые или рубленые котлеты, они вкуснее, чем... Рублевские, правильно? А, правильно говорить, карбонара. Правильно говорить, да, карбонару. Друзья, давайте еще не все. Сегодня с нами будем готовить еще одна девушка. Девушка, которая известнейшая исполнительница, все ее знают. Королева Японии. Какие-то годы, да? Юля Волкова, ваш аплодисмент. Давайте поаплодируем, Юля Волкова. Это круто. Юля, я же правильно сказал, что королева Японии? Почему Япония? Всем привет, добрый вечер, ребята. А разве не было это суперпопулярно в Японии? Юля, конечно. Тогда я поэтому сказал. Причем не только в Японии. Мы же сегодня японским, а потом готовим. Нет, вот Юля, аплодисменты, Юля, смотрите, красиво. Привет, привет, ребята, всем привет. Выглядит это лучше, чем Лёня. Да, потому что есть ощущение, что я старею, а остальные нет. Это пранк над моей жизнью. Юль, расскажи, смотри, сегодня у нас ребята готовят котлеты. Скажи, ты вообще, вот ты готовишь дома? Ну, иногда готовлю. Я, конечно, не могу сказать, что я большой эксперт в этом всем, что я обожаю это делать. Ну, понятно, что у меня дети, и делаю всякие завтраки, обеды, ужины, но не часто. У меня для этого есть помощница. У вас опять ничего не получится, видишь? У ребёнка хотел сказать. А скажи, а есть какое-нибудь фирменное блюдо, которое ты прям любишь готовить? Ой, слушай, блины. Ой, блины. А с чем? Что внукль? Что внукль-то? По-разному. Они любят с нутеллой, можно со сметаной, можно с мясом. А с икрой можно? Можно с икрой. Можно с икрой, спасибо. Юля мне разрешила. Каши всякие делаю, суп могу сделать, котлеты, но у меня по котлетам, кстати, спец мой папа. У меня папа очень вкусно готовит. Катя, говоря, вот у нас тут был, кто вот, кто там папой козырял, кто, Боря, где эта девушка? Они сейчас у отца. У нас двое разных людей, они всего отца сейчас, ну. Двое девушек говорили, что вкуснее всего Боря готовят их папы. Вообще, я хочу сказать, что самые лучшие повара в мире считаются мужчины. Да. Между прочим. Ну, Катя говорит, это потому, что они реже готовят, да? Да. Вот так она говорит. Вот, ну что, давайте... Юль, а есть какое-то блюдо, которое вот прям тяжело дается тебе? Вот их хотела бы всегда попробовать, но тяжело дается. Да, что мне тяжело дается, я просто не готовлю. Я просто заказываю. Извините, да. Я могу либо заказать, либо попросить бабушку себе приготовить. А вот любишь именно, что ты есть. А что есть любишь, да. Ой, ну я вообще на правильном питании. Всякие салатики овощные, ну, белка, много рыбы, курицы, мясо. Да, стейк могу съесть. Ну, это прям не к нам гару, да? Не макароны точно, не пиццы. Нет, конечно, бывает иногда, хочется какой-нибудь фастфуда тоже. Мы все живые, но это очень редко. Ой, а я наоборот. Макарончики, майонезик, хлебушек каждые 15 минут. Майонезик я вообще не знаю, когда последний рассылок. Это так обалденно! Нет, если он домашний, окей, не спорю. Да если он на перепелиных яйцах, он такой прям, он свежий, холодный. Ты его в любое блюдо можешь добавить. Лен, тебе какую-то интеграцию заплатили? Нет, мне надо съездить в магазин. Нет, просто я обожаю майонез. Нет, ну кто, есть люди, которые любят майонез? О, немного их. Встань и вышла, Лень. Юль, ты знаешь, очень много сегодня пришло твоих поклонников сюда. Вот, Молчак, а вы же вот на Юлю пришли. Почему у вас майка Бритни Спирс? Что стрясло с этим? Что ж, да? Почему? Слушайте, на самом деле Бритни Спирс это тоже из детства. У меня даже плакаты висели. Она недавно, кстати, от баскетболиста получила по башке. Не видели вы историю? Я ее не читала. Он ее вообще присутствует. Ребята, всем, всех рада видеть. Да, я знаю, что ты на сегодня. Мои поклонники здесь, и всегда меня. Слава Богу, Леня. А, ну, между прочим, а расскажите, когда что-нибудь, куда поехали? Куда, слушай, послушай что-нибудь. Сейчас сюда, вот, и мы приехали посмотреть на меня. А где-нибудь, когда ты прям споешь? В Москве пока в ближайшее время нет. Ну, тут вот, плавающие, которые готовы в Новосибирск долбануть, если надо. Но будет другой город, пока тоже не планируется у тебя? Новосибирск тоже нет, Сочи в ближайшем. Сочи? Какого числа? Я, между прочим, 17-го лечил в Сочи, 16-м. Там будет закрытая мероприятия. Ну и что, я что, не пройду? Там не пустят тех, кто ест манедаж. Там не пустят тех, кто в этих брюках. Классно. Кто будет на закрытом мероприятии, Юля, мы вас поздравляем. А дальше, Дима, пожалуйста. Что? Дизестив. Дима, вы так скромно встали, давайте к нам. Да как, ну, я слежу, потому что Сережа, мой подопечный, я за ним слежу. Он всегда, вот, ну, как бы, старается больше, чем с Катей. Спасибо, вы не получили. Вот так вот. А ты, получается, как будто, знаешь, так очень легко все делаешь. У нее просто все получается, а Сережа страдает. У меня же помощники, каждый мастер-плажер. А, у тебя всегда помощник есть, конечно. А Сережа один все делает вообще. Мои друзья большие. А Сережа, ну, приходится один, что поделать. Ну, Серега мужик, понимаешь? Да. Катя, ты же не мужик. Нет. Ну и все. Так, ладно, все понятно. Юль, хотелось бы, знаешь, спросить еще что? Я не знаю, кому лицом, кому спиной. Ну, давайте, и вы там даже за... Юль, я могу к тебе выйти, давай мы выйдем тебе. Давайте, вот, что я с вами со всеми стояла. Ну, тогда и задавайте вопросы. А, ну, вот, что касается здорового питания, вот, есть такой стереотип, что здоровое питание, на самом деле, не совсем вкусно. Ну, то есть, оно все равно, оно полезно и даже, реально совсем... Нет, мне все вкусно, но это все зависит, как есть, с чем есть. Ну, как, это с соусом, это вот с майонезом, как Леонид говорил? Нет, нет, у меня просто здоровое питание. И именно по здоровью, просто здоровое. Огромная котлетовая такая. Вот это моё питание. Нет, смотрите, майонез можно заменить сметаной, например. Нельзя, как вообще невозможно. Или, например, салатик с оливковым маслом, или с клуджутным маслом, тоже, кстати, вкусно. Сахим. Так, ну, а котлеты, это считается здоровым питанием, или нет? Ну, без хлеба, да. Я делаю без хлеба, я делаю, если что, чуть-чуть картошечки могу потереть. Сырой? А без хлеба нормально? Без хлеба это вкусно, Юль? Да. Хорошо. Не, а можно вместо хлеба эти, как их, хлебцы натереть туда? Нет, картошку можно чуть, чтобы они просто склеивались. Тоже прекрасно. Ради того, чтобы склеивалось, только ради этого. Все, я понял. Ну, Леонид все давно склеил. Вот как сейчас в наш разговор, нужно немножко добавить картошки, чтобы он начал клеиться. Да, 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 у нас идеально клеится разговор. Так, Гар, рассказывай ты, пожалуйста. Что рассказать, ребята? Да просто, все что угодно. Когда ты последний раз танцевал под песней Юли? Под песней Юли? Я, кстати, между прочим, мне нравится творчество Юли, между прочим. Я все надеюсь, что есть у Юли пару песен, которые можно спеть на открытии сезона «Локомотива». Не знаю, предлагали Юли, я ей потом предложу. Есть песни, которые связаны с быстрой ездой, и когда никого нельзя поймать. Ты понял, о чем мы говорим? Убегаю. Да, да, да. Даже я прям даже понимаю, что это за песня. Да я сам знаю. Понимаешь, ты понимаешь, Алене вообще привет. Убегаю. Да нет, но меня, просто меня-то гонят. Юль, тут до этого до тебя Олег Майами стоял, он ни одну свою песню не вспомнил. Поэтому мы восхищаемся тем, что ты разбираешься в своей площадке. Мне жарко в пиджаке. А как вы поняли? Не знаю, просто на улице. Ты просто стоишь в лужи. Нет, может быть, у меня уже такие ботные подмышки, вот такие уже. На улице нет, они все дальше-дальше уже, нога мокрая. Ну, Дима, видишь, Дима за стиль. Он стиль, да. За здоровый стиль, я поняла. Да, здоровый стиль. Да, это не я просто упал в кучу вещей и вышел из нее. Что, может быть, попробуем, чтобы Юля что-то вам помогла? Или если Юля не против, конечно? Просто Юля сам, она может вам что-то помочь. Ну, Юля парит в белых брюках, поэтому... Ой, тут даже еще и масло подсолнечное, не очень. Я уберу, я уберу, чтобы оно не мозолило глаз. Юль, сейчас Леня выпьет. В смысле масло? Сейчас избавимся от него. Да, ну что, друзья, мы сделали фарш, я хочу сейчас в него добавить соль, потому что соль — это природный усилитель вкуса. Это просто белая смерть, соль. Вот. Правильно, правильно. Ну, а как так к России говорится? Юля не подходит все, чтобы это сделать. Не соль, а сахар. Не надо употреблять. Юль, как вы смотрите на то, что мы добавим туда черный перец? Давайте. Так, все, черный перец. Соль сначала убери оттуда. Сереж, отдайте, пожалуйста, нам перец. У нас его немножко нам не дали. Он, кстати, друзья, молотый, но я не люблю, когда специи и пряности уже продаются с молотыми, потому что в них содержатся эфирные масла, и когда вы открываете пакетик и плохо его заворачиваете, то эфирные масла со временем улетучиваются. И, между прочим, под видом смолотого черного перца могут продавать не перец, а вот палочки, на которых он растет. Может быть, замечали когда-нибудь, когда что? Погладил твою руку просто, ты молодец, ты готовишь. Может быть, замечали, когда вы что-то, блюдо, добавляете перец, и нету такого пряного вкуса. Это как раз вот эти палочки смололи, это обычно бывает у каких-то дешевых производителей. Они смололят эти палочки. Я тебя слушаю, Катя. Спасибо, Дим. Вот, и, соответственно, всегда лучше на кухне иметь мельничку или ступку, и все пряности смалывать непосредственно перед тем, как добавлять их блюдо. Значит, мы добавили соль, перец, и перец. Ну, я, честно говоря, переборщила, но у нас дегустации нет. Мне кажется, что вы солью переборщили. Нет, солью как раз все в порядке, потому что эта соль не очень соленая. С обидами выпьет. Это вообще не соленая, это не соль, это просто белая мурия. Подсалитель есть подсолитель. И еще здесь у меня батон замоченный в молоке. У батона я срезала корку, потому что она довольно жесткая. Я ее, честно говоря... Батон хлеб, смысл? Да. У этого кореша был, что подъезд дошли. У меня такой есть. Хлеб. И, значит, корку я эту выпросила, но можно ее не выбрасывать. Можно ее нарезать на кубики и сделать сухарики, кстати. А либо просто доесть нам. Да, просто съесть корку. Куда ты выбросила? Где? Показывай. И лишнюю влагу я отжимаю и добавляю в парш. Вот я сейчас попрошу Ольгу Александровну, чтобы она перемешала. А перемешивать мы будем обязательно руками, потому что ложкой невозможно перемешать все до однородной массы. А вилкой возможно? Нет. Самое главное перемешивать это руками. Ольга Александровна, скажите, вы же как-то человек с опытом. Ты уже начинаешь. У вас есть руки, Ольга Александровна. Скажите, пожалуйста. Вот ты как считаешь, сколько... Может быть, несколько хозяек на кухне. Вот просто я смотрю, что сейчас Ольга Александровна, но она просто так всегда искусо смотрит на тебя, типа, вот я бы по-другому сделала, понимаешь? Вот вы знаете, а я даже не обижаюсь, потому что... Вот у нас с Сережей здесь вообще все хвало этого. Мы стоим с пивасиком рядом вот так я. Мы даже не с кем не разговаривают вообще. Я занят делом. Я считаю, что... Это знаете, как есть такая поговорка, она мне очень нравится, что умный учится, а дурак учит. Вот я всегда с ним это учусь. Красивая поговорка. Кто это сказал? Джон Леннон? По-моему, Олег Майами. Джордж. Да, я судя по набору слов Олег Майами это сказал. Так, ну что, все, мы сейчас будем просто формировать. У нас есть панировочные сухари. Я их... Ой, еще и панировочные сухари. Да, Юля. Ужас, я пошла. А я наоборот поближе. Просто меня убили сейчас. Еще и панировочные. Друзья, мы не можем столько издеваться над Юлей на правильном питании. Мне плохо прямо сейчас. У меня желудок уже заболел, честно. Давайте еще раз поаплодируем. С вами была Юля Волкова. Спасибо, Юля огромное. Спасибо. Давайте все вместе. Все вместе, давай. Попланируем. Следующий спектакль. 19 марта. На что фоткаемся, Юля? Нет, просто ребят, вот в зале, это же клево, когда вы все вместе. Да, отметьте нас всех. Да, но у меня одни... В одноклассниках меня, отметьте. Да, у Лёни Бэйспейс. Спасибо, Юля огромная. Юль, приходи всегда. Спасибо большое. Классные штаны, белый класс. Спасибо, Юля, спасибо. Классные штаны, да. Очень круто, на самом деле. Ну, типа, я и хлеб поел еще. Так, ну что? Так, теперь вы. Так, Сергей начинает жарить хлеб. Я не знаю, что это вообще значит. Я его не жарю, я его подсушиваю. Мне нужна... А куда вы все? Ага, понятно. Без Юли мы нахрен вам не нужны, да? А я сейчас, возможно, тут и сальтуху сделаю. Куда вы помчали? У Лёни четыре песни будет сейчас. Да, начни петь что-нибудь. Из-за ее творчества. Из-за ее творчества. Из-за ее творчества. Из-за чего тебе... Издеваетесь? Давай, давай. Я родственник. Вот, вот. Родственники давай тебя просят. А я, типа, ты думаешь, прям... Что? Золоток? Я не знаю, ты же артист. Выкручивайся. Но ты же нас не догонят, ты же знаешь. Давай. Эба уродик. А что вы? Я не знаю, помоги. Эба уродик. Ночь на ладони. О, я тебя потеряла. Вот. Смотри, прям вот начинается. В смысле? Ты позоришь семью, Лёнь. Потому что люди пришли с детьми, понимаешь? Послушать, как ты поешь. Нас не догонят. Вы же для этого билеты покупали, правильно? Конечно. Зачем я их продавал? Лёня, на самом деле у него есть классный фокус с британским Готов? Сейчас я позову. Мяук с этим огромным, который. Слушайте, ну что? Котлеты. И викторина, может быть? О, может викторину? Можно викторину? Давайте викторину! За каждый правильный ответ у нас приз. Собственно говоря, сейчас нам привез специальный человек со специальным призом. Сосательная котлета. Сосательная котлета. Помните? Будете? Ну и все. Там, говорят, какие-то невероятные сосалки вообще. Да, да. Они вызывают привыкание. Лучше. Это мир сосалок в Сокольниках. Так покупали. Мир сосалок. Так, смотрите. Вопрос звучит так. Вопросы про еду будут? Я сказал. Вопросы про еду. Правильный ответ, ребят. Вот, Ваня будет выдавать. Ты будешь выдавать? Да. Перед тем, как вам пришел гол ответ, нажимайте на невидимую кнопку, где он так. Та-та-та! И может потом говорить. Давайте, смотрите. Назовите ингредиент. Ага. Однолетие травяни... Это что? Однолетнее травянистое растение? Почитай, пожалуйста, ты. Однолетнее травянистое... А где ты читал? А вот, назови это я выдумал. Назовите ингредиент. Вот это райдер Юли Волковой, я знаю, читаю. Однолетнее травянистое растение. Назовите ингредиент. Однолетнее травянистое растение. Вкус которого не спутать ни с чем. Он, внимание, девятая, слегка горький, терпкий и очень выраженный. Как? Все твое сверху. Индюк. Ту-ту-тум. Пожалуйста. Рукола. Укроп. Что? Укроп. Укроп? Вы на меня тут свое рукола. Так, кто сказал укроп? Это абсолютная херня, это неправда. Минус. Как? Тархун. Тархун. Твое здоровье. Твое... Два по 50. Тархун по 50. Так, тархун нет, укроп нет, рукола. Подсказку? Ни тархун, ни рукола и ни укроп. Подходит? На какую букву? Дальше прочитать? На какую букву? Дальше прочитать. Эйч. Дальше читаем. Это приятное... Все. Это пряное. Тихо, тихо. Это пряное растение используют не только в кулинарии, но и в парфюмерии и косметике. Кинза? Да? Кинза. Я прочитал. Кинза, правильно! Молодец, Егор! Молодец, но кинза... А я в смысле не отвечать, правильно? Нет, нет. Но интересно, когда люди скажут кинза. Интересно, когда люди... А, в этом смысл викторины! Прикольно. Ну, читай тогда вот этот вопрос. Мы увольны, по-моему, не переживайте. Не переживайте, я не уволю. Готовы? Поаплодируем, готовы? Заготовы? У тебя родственники, я тебе отказал, что вы планируете. Не подсматривайся, я не скажу, блин, дружи. В качестве горячей закуски... Внимание! В качестве горячей закуски это блюдо довольно часто встречается на российских столах, так как готовится легко и, не маловажно, довольно быстро. Ха-ха-ха, чтобы это могло быть. Пока сосиски, да? Сама его форма отлично подходит для наполнения любыми начинками. Помимо традиционных начинок, в их дополнение также используют гречку. Нет! Молочный что? Молочный сок. Молочный улуп. Все, нет, отмена. Та-да-да... Рукола! Рано или поздно с руколой быстрее. Говорите руколой все время, когда попадете, рано или поздно попадете. Что, что, что? Рулеты из баклажанов. Рулеты из баклажанов. Почем у вас? Да это просто тебе крикнули про нас. Что это за рулеты из баклажанов там разговаривают? Да это Ленька Банажанов. Да, запрошу. Итак, ну-ну-ну. Нормальный темп набрали. Вы где-то рядом. На какую букву давай вот... На фе. На фе? Вот там два слова. Филипп, но тоже подходит. Файдер, а? Фихо. Фукола. Звучит, как будто бы... Ну, вы поняли, да? Фуагра. Фуагра? Все, смотри, короче, давайте так. Все делаем МРТ завтра. В 17.30 после меня занимаем очередь. Ну, ф... Буква «ф» это все-таки прилагательное. Это описание... Существительное... Баршерованный перец. А? Баршерованный перец. Молодец! Правильно, аплодисменты! Да. Да, фаршированный перец. А я думал, фура с фруктами. Это Филипп Киргоров, да? Еще играем? Да. Ну, конечно. Мы здесь до ноября, если что. Больше, конечно, Митя Фамина. Это... Митя Фамин что? Ничего. Фаршированный перец. Вот, честно. Хотели, чтобы Митя Фамин пришел? С гречкой? Митя Фамина с пакетом гречкой. Мы можем это называть как угодно. Хотели бы? А вообще, это его продюсер. Займитый Фамина один человек всего. А кто? Митя Фамин здесь? А, вы? Да, да. Первая мать его. Ну что? Ну, будет вопрос-то. Конечно, Дмитрий. Вот этот. Нет, иди. Черт. Это блюдо, подаваемое в качестве первого, появилось первого. Это, ну, первого. Майя. Появилось в России примерно в 14-15 веках. Позже появились другие варианты. Мясная, мясной или грибной вариант. Лишь одно осталось неизменным. Наваривность бульона. Что это такое? Какой? Рукола. Кто сказал? Девушка. О, правильно, аплодисменты. Слушайте, ну как вы так круто сказали? Прикинь, вообще все, никто ничего не понимает. Вы так сказали серьезно. Солянка, как будто у вас сапогли. Солянка. Да, как будто останавливали маршрутку. Солянка. Типа, и он останавливается? Или одноклассница? Солянка, это... А ты в школе была... А ну, солянка прекрати. А ты в школе была жирная. Так, еще... Нет, она была кислая. Типа, с лимончиком, соляночка. Ребят, тут котлеты просто уже пахнут сильно. Итак, крайний вопрос. Ваня, есть же... О, у нас там этих подарков. Фига, может даже два вопроса. Поехали. Все, внимательно. Внимательно. Итак, опять что-то про еду же, правильно? Да. Так, ну, конечно, у нас же фестиваль «Вкусы России». Да. Кстати, есть фестиваль для аллергиков, называется «Укусы России». Вот такая есть у меня сутка. Это я придумал, соответственно, что... Можете скидывать Леню с моста. Так, смешной. Тень. Нет, так это хрень. Тень? Нет, а прочти вот это вот. Так это, подожди, даже ответ. Нет. Это вопрос. Ну, прочти ответ, вот люди вопрос придумают. Давай. Ответ... Руккола. Руккола. Ответ Руккола. Какой вопрос? Какой вопрос? Накидывайте, пожалуйста. Давай хоть один. Какой вопрос? За самый креативный дадим подарок. Певица Руккола. Звали травки? Ну, кто ты? Ты когда-то курила Рукколу. Певица Руккола. Ну, кстати, подходит. Давай, девушка, поощрень. Наркоманы в подъезде Руккола курили. С креветками. А, не да, мы не наркоманы, у нас ПП. Так, ну, вопрос, ответ Руккола. Какой вопрос? Ну, для тебя мы сделали все вообще для тебя. Мы под тебя шоу подставили только что. Мы тут плиты, парень. Я тебе привел. На Р заканчивается, на А заканчивается. Вот так вот. Молодец, да? Да, иди. А что? Рыба? Все в порядке. Рыба тоже подходит. Так, пацаны, давайте так. Рыба подходит. Давайте так, че рыба? По чем? Че рыба? А, рыба подходит? Р начинается, А заканчивается. Да, дайте сосал. Да, вот вы, мужчина, вы завтра на МРТ поедете, вы будете вот с мужчиной сказать. Он передо мной записывал. Я на 13.20. На 13.23. Давай, крайний, крайний, крайний вопрос. Крайний вопрос. Вообще. 7.7. Ну, давай, выкручивайся. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылку кислых... Нет, тут уже ответ есть в вопросе. Кислый ответ. Нам в Викторину делали... Что-что? Бутылка ответ. Все правильно. Есть там ответ. Бутылка, да? Бутылка есть такой? Есть, бутылка. Игорь Бутылка, это нападающий торпеда. Чемпион мира по приседания. Давай, задавай. Просто льется поток. Давай ты задавай. Хорошо. Я все спросил уже. На этом Викторина закончена. Ай, хорошо. Кать, от тебя умный вопрос, пожалуйста. От Кати. Да, вот именно про котлеты. А мы плачем подарков. Давай, Кать. Я просто про еду. Про еду вопрос. Ты сейчас рекламируешь метро или что в этой футболке? Да. Это московский сезон. Московский сезон. Все, окей. Вопрос. Ой, едино. Нет, это она, бать. Давайте, ладно. Почему репчатый лук называется репчатый? Да. О, привет. Привет. Привет, привет. И уходи далеко. Просто мужчина поднял руку. Да, где туалет? А почему репчатый лук называется репчатый? Репчатый, да. И при чем здесь гуф, на первый взгляд? На репу похож? Кто сказал похож на репу? Вот, мужчина сказал. Или вы сказали на репу похож? На репчатый лук. Самый красивый. Потому что он похож на репу, вы сказали? Да, все правильно. И вам отправляется. Видео двойка. Да, не работа еще. Без выходов. Панасоник. Ну, не знаю. Хорошая, японская. Но панасканик. Без выходов. Давай просто поговорим. А что еще делать будете вообще? О, расскажите. Может кто-то что-то на ужин собирает? Вот что вы все это делаете? Вот у вас есть и сосательная конфета, и настроение. И руккола. Ясно. Куда у вас сейчас? Что ты будешь... Не, ну, потом. Ну, то 12, когда тебя с парка Горького выгодят, дальше что ты будешь делать? А? Как карта? Валент Бугловый. У меня же и карта с собой. Кстати, вот на пиджачок. Не хочешь? Да, и у него свое отдельное купе представь, с поезда. Женщина, встроенная в купе. Или бы вы по Таро офигачите. По Таро? По Таро пенис. Вы верите в астрологию? Потому что вы типичный овер. Сегодня будет ночь. Сегодня будет что? Это что, очень дешевая астролог? Да, самый дешевый. Где-то у метро принимает человек просто. Ну, прекратите, начинают дети плакать. Так, давайте, может быть, спросим... В какой-то момент вы увидите дерево, да? У тебя, мать, рожала. Так, смотрите, у нас будет такое, чтобы все-таки вот то, что сейчас пахнет, дадим людям попробовать? Да, это не факт. Или просто люди понюхают и уйдут? Давайте в толсту. Это как кто? Давайте в толсту. Просто вот так бросаем костре. Люди понюхают и уйдут, как Билан. Смешно, что Билан вернулся бы в Самару, классно выстрелил и разобрал бы площадку. Сказал, нет, нет, нет. Не получается, не вариант. Так, ну подадим попробовать. Ну, судя по Сергею, Сергей приготовил просто... Что ты приготовил, Серега? Пожарские котеты. Нет, 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 Серег, нас не проверяют. Там просто как будто бы, знаешь, там, тихо-тихо, Виталик, ты в ресторане. Пожарские котлеты приготовил, мол, Катя, а я по бабушкиному рецепту. Как вам, Леня? Да супер, супер. Я еду на супер. Нет, я не тебя спрашиваю. Как вам, Леня? Ну, мне нравится. Ну, в среднем. Классный? Да нет, ты заткнись. Как вам? Вот, нормально. А сейчас начинается... Это твой племянник сказал нормально. Сейчас начинается, давай поженимся или что-нибудь? Сейчас номер будет показывать, Леня. Это комната жениха у нас здесь. Где-то кто-то жарит постоянно что-то. У него все надел. У него верх от выпускного. Отца. Пиджак отца надел просто. Большой. Ой, смешно, что еще там... И все это сейчас, что мы делаем, что мы делаем в 40 раз смешнее, чем КВН. Знаешь, да? Зачем он так сказал? А что, он просит? В другую жизнь есть. А он Сан Саныч ест. Вот, ну, кто слышно? Ну, кто слышно? Ну, кто слышно? О, ебать. Ты уже и так говоришь? Да. Я случайно. Да, никто ничего не услышал. Вот. А пока ко мне бь-бь-бь-бь-бь-бь бь-жек полиция. Слушайте, а у нас же есть какой-то финал у шоу? Да! Лёнь, давай в финал у шоу! Эта песня для вас! А для финала для шоу Олег Майами покажет свой выпуск с ютуба. А вы кто на Олеге Майами был? Поаплодируйте. Реально бы у вас всех не было на Олеге Майами? Нет. А почему я должен был этого смотреть, а вы нет? В следующий раз на задних не оставляйтесь. Разговариваешь с ягом, который думает через брекеты. Почему я думаю через брейкера? Ладно, а у Олег до сих пор здесь, они вместе с Сан-Санчем. Слушайте, давайте просто... Я правильно понимаю, что у нас еще есть время? Да, да. Смотрите, какая история. Надо еще 7 минут. Смотрите, какая история. Мы напомним вам, что у нас здесь происходит. Во-первых, у нас два шеф-повара. Это не свингер-клуб. Два шеф-повара. Извини. Мне кажется, тебе нужно будет сегодня привязать к батарее. И это твое же желание. Смотрите, у нас есть два шеф-повара. В 6.45. Есть два шеф-повара, которые готовили котлеты. Екатерина у нас готовила котлеты необычные по рецепту бабушки. Да, да, да. По хлопам Катя. А вот, посмотрите, давайте покажем. Это не... Это по пожарски. Это второе. Вот. Посмотрите, как не готово. Видите, да? Есть такой смысл, Катя расскажет, что она не просто так. У нее есть специальная выкладка котлет в сковородку, да? Да, это на самом деле, правда, да. Нет, я их кладу по часовой стрелке, потому что... Она потом по ним время определяет. Так легко запомнить, какая была первая. Соответственно, если первая готова, то остальные... Типа переворачивать. Первая готова. И можно переворачивать, да. Катя, вопрос, почему они такого размера, ну, маленького? Ну, потому что... Потому что маленькие люди будут здесь. Это типа... Очень все просто. Диастаса Ярушина. Потому что у нас тут плита все-таки мы с вами не дома, или встречство очень слабо тянет, чтобы они прожарились. Я делаю маленького размера. Да, это котлета диастаса Ярушина. И вот так хорошо. У него только либо котлеты, либо семечки. Так, а... Что? А рассказывай, Сергей. Да. Сергей, что ты делал? Ты что тут делал? Я так постоял, ребят. На самом деле, мне, конечно же, в идеале нужна была духовка, но в силу того, что, опять же, с электричеством мы ограничены, вот эти вот... Ну да, я не знаю, я оплатил месяц. Что вы тут ограничены? Вот эти вот панировочные сухари, которые идут в нашу котлету, я просто посушил на сковородке. После чего обвалял в них перченый и соленый фарш и пожарил уже на сковороде. И для того, чтобы котлета дошла и прожарилась, я их уже на маленьком или на среднем могу. Маленьком рвоту. Пожарил на маленьком рвоту. Довожу всегда под крышкой на маленьком. Так, повторяйте, дашь лица. Я не хочу. Ребят, но... Но мой плод! А вы говорите, был же вопрос из зала, бухой или лёня? Ну, в жаленью нет. Так. Сергею аплодисменты! Аплодисменты! Сергей Куртой, человек повар, мы ему просто мешаем. Нет, конечно, люди не уходят. Они же реально ждут, что человек уходит. Сейчас будет какой-то... Они говорят, это понятно. Красная котлета! Они думают, что Волкова петь будет. Да, а мы можем реально хотя бы пару котлет бросить? Как на свадьбе? Типа кинуть котлеты? Ну вот, человек откроет рот. У него большой рот. А если мы попадем... Если мы попадем, то все, включается какой-то крутой трек, и мы уходим в закат. А, и мы типа под землю уходим. Ну давай пробовать! А я не садилась. Не, а есть вилочка? Я просто... Да угостите кого не будет. Ложечка. Давай детей. Есть дети? Да нет, у детей не такой маленький. Дети 28 лет. Есть какие-то дети? Так, вот, идите, малыш, иди сюда. Иди сюда, малыш. Вот, 28 лет, давай. Сейчас, осторожно, сейчас обошелся. Не оба, вот здесь. Ну, сначала мы тебя спросим, давай. Как тебя зовут? Диана. Сколько раз замужем была? Ноль. Уходи отсюда. Диана, Диана. Не, не, давай, Диана сюда. Подожди, у вас рот. Диана, потом домой придешь, скажешь, что ты делала? Меня в парте горького пошло. Да дай мне уже покормить человека. Да, подожди. Ты не ори на пакет. Коплета горячая. Это не горячая, это холодная. Это я с собой приду. Блинтажа не работает. Осторожно. Ну, конечно, можно. Я бы даже сказал, нужно, Диана. Давай, Диана. Зальюй. Диана. Через стол. Замысливый. А ну, руки убрала. Она что-то будет щуптать ей, типа. А могла быть замужем. Стоп. 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 Горячая? Ну, что сказать. Нормально? Кондика налей. Ну. Как котлета? Горячая? Если зеленый цвет пропал, так должно быть. Это на глазах, ты имеешь в виду? Цвет глаз пропал? Да не, когда просто зеленого нету. А что вы пьете? Это с озера. О. Вкусно? Махито. Типа ты сейчас проживала, и это куда-то опустилось чуть ниже, такая и поняла. Это вкусно. А у нас алкоголь в этом? У нас махито. Вкусно. Вкусно? Пожалуйста. Мне без алкоголя же нельзя пить. Катя, говорят, вкусно. А будет без Диане. Слушайте. Все, на этом как бы дегустация окончена. Дальше, Лёнь. Нет, ты просто, Диан, потом пойди и расскажи всем, как было. Да, да. Я могу оставить. Ты, главное, создай чат. Нет, я могу оставить. Крата только заяву не пиши, оставлять нельзя, да. А кто еще хочет котлет? Да ну в смысле, у меня одна ложка. Слушай, ну дай Гару побыть богатым человеком, знаешь. Который раз не отдавает. Вот помещик, типа помещик вышел, ну и... Да, это... Мэр Торжка, ладно, кому мост построить, да? Да, но сначала я его должен сломать. Диан, ну нормально было? Нет, вкусно. Вкусно. Варту не вяжет? Вот просто она не умеет готовить для всех представителей, для актера. Так. Так, а Сережу, ну будем котлету давать? Сережа, большая котлета. Нужен Мик Джакер. Там Мик Джакер. Там котлета такая. Есть Мик Джакер. Кто там нужен? Вот нет, ну там... Либо Распутина, да, как звали Распутина? Распутина? Маша Распутина. Ну я тебя понимаю, да. А, это Пугачеву. Юбельян звали Пугачеву. Так, нет, ну у тебя огромная котлеточка. Я тоже на МРТ поеду, вы в Востоке завтра едете? В 13.20, ты не забудь. Так, нам нужен человек с большим ртом, у кого большой рот. Вы где, знаешь, там, ну и нужно... Диана! Давай, давай, сейчас... А у тебя какой размер рта? С-очка, Л, С... Так, смотри, там по-пожарски. Там по-пожарски. Тут реально руки тебе нужны. Давай в сумку положим. Домой приедешь? Блин, жалко же в сумку, подожди. Мне нет. Нет, у него там документы на квартиру. Ну, сейчас я отломаю кусок. Ну, это, конечно, истерика все. Да, нравится вам? Что нравится вам вообще? Сейчас скажет... Алиру появите, нравится? Бери. Диан, ну просто дай. Я тебе дам салфетку. А ты мне нравишься? Что дать? Руки грязные. Руки грязные. А что ты делала? Дайте раковину, раковину. О, что вкусная котлета. Что, Дианна, иди. Ну подожди, ну нечестно, Лёв. Ну нечестно, дай Диане попробовать. Она уже свое съела. Сейчас, вон Сережа заботится о Диане. Сейчас он угостит ее. Ой, ходите завтра, приходите, мы тоже здесь будем. Нам делать нечего, мы же рэперы. А на самом деле все, у нас уже время. Спасибо большое, приходите за... Дима встретился с подписчиками. Типа, что меня укусили? Дима и его подписчики. Давай, за звезды в Африке. Да, опа. И сейчас мы решим. Слушай, на самом деле надо признаться, что вы бы не давали все влезает. И это огромный плюс. И Лёвин первый вариант попробует. Просто стриньте. Просто кажется, что да. Да, аплодисменты Диане. Серега, Гландик. Кто в этом баттле побеждает, хотя его не было. Да, кто в этом баттле побеждает, хотя его не было. По-пожарски, друзья, Сергей Молчун побеждает. Кать, а ты выигрываешь в меня. Аблодисменты. Друзья, приходите завтра в 16.00. Мы начнем тоже разговаривать. Мы будем в 16.00 до 18.00. Завтра все. Вся елесть. А мы можем анонсировать, какие звезды будут завтра? Да, завтра будет Мик Джаггер. И Игорь Каркунов. Игорь Каркунов? Основатель конфеты. Да, и чувак с команды какой-нибудь. И Сергей Кашлик. Алан Закоев будет. Все, давайте. Увидимся завтра. Друзья, Леня Моложанов его зовут. Да, это Карпитри. А это Дима. Да, Жоба. Все, всем добугали. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok